Утром 9 сентября ветеран ВНИЭФ, спортсмен Вячеслав Леник, отправился на пробежку. Несмотря на почтенный возраст, а Вячеславу Михайловичу 80 лет, он продолжает заниматься спортом. В прошлом году он участвовал в городских легкоатлетических соревнованиях. С очередной пробежки пенсионер не вернулся. Поисково-спасательной операции идёт уже несколько дней. Налево в кроссовках, направо в лес. По пятёркам их и распределяем, устанавливаем всем программное обеспечение. В первую ночь работали только волонтёры и полиция. На следующий день откликнувшихся на призыв о помощи стало больше. К поискам присоединились неравнодушные горожане, сотрудники ядерного центра, управление МЧС, полиция, отряд спецназа Саровской дивизии. Сейчас работают уже группы в лесу. Сейчас идём, закрываем сплошным прочесом квадраты. То есть, всё полностью. Лесной массив, все тропки от дороги на протяжку до ключей серебряных. С каждым днём людей, желающих помочь, становится всё больше. С самого утра к дому номер два по улице Силкина подходили мужчины и женщины разного возраста, чтобы отправиться на поиски. Единственный минус приходят люди неэкипированные в кроссовках, в тапочках. Их послать в лес нельзя, но стараемся найти задачи городского патрулирования, осмотра. Потому что, возможно, человек перемещается где-нибудь в черте города. Поиском подключились и водолазы из клуба подводной охоты «Тритон». Утром пятницы они обследовали береговую линию и дно пруда Борового. Вячеслав Леник работал в Институте лазерно-физических исследований ядерного центра. Поэтому ВНИЭФ оказывает содействие в его поисках. В первую очередь это, конечно, люди, которых отпускают с работы для участия в спасательной операции. Кроме того, мы помогаем листовками, которые по городу сейчас расклеивают, и также картами и схемами, которые здесь в работе штаба необходимы и для раздачи старшим групп. Счет идет на минуты. Весь город вместе с родственниками надеются, что Вячеслав Михайлович жив, и ему смогут вовремя оказать помощь. «Уважаемые жители Сарова, может быть, он вышел не со стороны дороги протяжки в город. Обратите внимание, я так понимаю, наверное, сейчас в стрессовом состоянии. Позвоните, сообщите нам». Всем, кто желает принять участие в поисково-спасательной операции, нужно позвонить по телефону, указанному на ориентировке. Одежда у добровольцев должна быть теплой, с яркими элементами. При себе нужно иметь заряженный телефон, фонарик.